На кого мы смотрим? Камера. Глаза зрителя. Хорошо, Игорь, расскажите, как обстоит ситуация с маркетингом в стране и в мире? В общем, все неплохо. Развелается потихоньку маркетинг и в стране, и в мире. Если говорить о сфере маркетинговых услуг, потихоньку идет восстановление после достаточно сильного спада, который мы имели во второй половине 2014-го и практически весь 2015-й год. Это касается и медийной рекламы, и маркетинговых исследований, и других маркетинговых услуг. Показатели по первому полугодию 2016-го года по медийной рекламе достаточно оптимистичны. Рост порядка 16% к аналогичному периоду прошлого года. Так что идет достаточно активное восстановление, насколько это возможно, на фоне довольно скромных, если не сказать, печальных показателей по экономическому росту в стране в целом. Конечно, рассчитывать на то, что в условиях нулевого и даже отрицательного роста ВВП и экономики страны будут какие-то выдающиеся показатели по маркетинговым услугам не приходится. Нет ли какого-то ощущения, что большинство компаний в стране, они увлеклись интернет-маркетингом? А стратегический маркетинг или разработку вообще как таковой стратегии маркетинговой коммуникации опускают, если не на второе место, то забывают многие части и многие важные составляющие маркетинга? Ну, это не только ощущения, это, в общем, фактически реальность, подтверждаемая различными фактами от опросов самих компаний, которые, многие из которых честно признаются, что у них нет четко сформулированной стратегии и документов, которые мы эту стратегию описывали, прописывали и предписывали соответствующим подразделениям своих компаний, что они работают по ситуации на коротке, как говорится, в горизонт, там, в три, в шесть, в девять месяцев, в два года, не более, ну и общее увлечение темы интернет-маркетинга, оно, безусловно, налицо, оно идет от крупных компаний, таких как Procter & Gamble, Amin Brewer, для которых действительно интернет-канал последние годы сравнялся, если не превысил по своей эффективности каналы телевизионные. Ну, собственно, с достижением ведущими интернет-каналами показателей сопоставимых или даже превышающих показателей по ведущим федеральным каналам, стоило ожидать, что такие крупные FAMCG-компании в значительной степени переориентируются на интернет. То, что с них берут пример в плохом смысле обезьянничают компании среднего и тем более малого бизнеса, для которых интернет-инструментарий, особенно в части медийной рекламной работы с соцсетями, имеет очень серьезные ограничения. Это, в общем, довольно печально. Это приведет их к потере времени и денег. Ну, так уж повелось, что никто не хочет учиться на чужих ошибках. Все ждут, когда свои собственные ошибки приведут к каким-то выводам. Проблема только в том, что если у крупной компании есть ресурсы для того, чтобы исправлять свои ошибки, но что-то не получилось, списать убытки для компании Procter & Gamble, выток бессмысленно потраченный 10 миллионов долларов. На рекламу, конечно, неприятнее, но при бюджете 7 миллиардов – это, в общем, ничто. Легко списываются в полученный опыт. Для компаний среднего бизнеса даже 7 миллионов рублей, потраченных бессмысленно, могут быть достаточно фатальными. Какие из пути решения такой проблемы? Возможно ли вообще решить? Естественно, возможно. Жизнь продолжается. Несмотря на все вышеперечисленные трудности, большинство компаний среднего и небольшого бизнеса продолжают свою работу, делают выводы из своих ошибок, учатся, принимают участие в конференциях, отправляют своих сотрудников на семинары, слушают, чего им люди говорят, анализируют критически, это все разбирают и стараются там в своих следующих решениях делать меньше ошибок. Игорь, спасибо за вопрос. Спасибо.